Первомайский сквер был заложен еще в начале прошлого века. В отличие от многих других зеленых территорий Новосибирска, здесь не было растительности и все деревья пришлось высаживать. Поэтому этот сквер полностью рукотворный. Но все когда-то устаревает. За последние годы вот эта зеленая зона в центре города, к которой мы все так привыкли, она изрядно, так как бы аккуратно сказать, поизносилась. Замусорена. Замусорена различными арт-объектами, которые законченной формы действительно не имеют. Довольно вольным таким оформлением утрачены некоторые арт-объекты. К примеру, чугунная ограда сохранилась не везде. Поэтому решено реконструировать сквер, но так, чтобы задумка архитектора осталась. Каркас пешеходных дорожек, выходов и входов в Первомайский сквер предлагается не менять. Но то, что их надо оформить, то, что над ними надо поработать, это совершенно очевидно. И здесь предполагается, что специалисты все-таки проведут, во-первых, санитарную уборку старых деревьев, тополей, как правило, тополей и кленов, которые уже изрослись и уже изрядно болеют. Решено акцент сделать на разнообразии кустарников, которых сейчас очень не хватает, говорят эксперты. Они же добавят объема и массы зелени в целом. Предлагаем сделать восстановление внешнего периметра красно-листными кленами, то есть первомайский сквер, то есть цвет красный дать, дать большую возможность развивать цветники, то есть фиолетовым это большая площадь для цветников, и восстановить цветущие деревья и кустарники вдоль главных аллей. И, конечно, необходимо реконструировать фонтаны. Их два – большой и малый. Внешне они останутся практически прежними, но всю их техническую начинку придется менять, так как она уже морально устарела. Когда именно начнутся работы, пока неизвестно, но после подготовки проектно-сметной документации и определения источника финансирования появятся и сроки проведения реконструкции.